Добрый день. Меня зовут Санечка Ольга, я руководитель продуктового направления сетевого оборудования. И сегодня мы начнем небольшой рассказ про сетевое и его новинки с очень классной новостью. Это акции. Всегда приятно получать скидки. Мы не стали исключением, это вебинар не стало исключением. Поэтому с завтрашнего дня, с 1 ноября до конца года будут действовать предложения на покупки, при покупке Trend FTC из нижеперечисленных моделей. Дополнительная скидка и на камеры 10%, и на все сетевое оборудование, то есть это коммунаторы, инжекторы и все, что вы найдете у нас. Также 10%. Существенно сэкономить всегда приятно, особенно когда это у вас уже и было в планах. Сейчас поговорим про новинки сетевого оборудования, что произошло за те полгода, пока мы не выходили на связь с вебинарами, не рассказывали. Здесь на слайде мы скопоновали, что же нового. Это 4,8 и 16, 24 портовые управляемые и неуправляемые коммутаторы, 4 новинки по инжекторам и также по длинителям, которые в скором времени подняются у нас на складе. Практически про все, что сегодня мы будем говорить, уже доступно для заказа с непосредственно складом. То есть это все практически приехало, там несколько моделей буквально в пути, но также совсем скоро уже будут. И давайте начнем чуть углубляться по каждой линейке. Самое, наверное, долгожданное – это управляемые коммутаторы. Из основных особенностей – это они full gigabit. Каждая модель обладает SFP слотами. Всего представлено 8-портовые, 16-портовые, 24-портовые с разными, естественно, как бюджетами. В старших линейках 16-24 мы можем наблюдать, что есть еще порты Hi-Poi. То есть это порты пятишные, которые позволяют подключать очень мощное оборудование. Это и камеры с прекрасной подсветкой, и BDZ, которые с дополнительным контурным освещением. То есть все, что до 60 Вт, они совершенно замечательно будут работать. Как правило, это первые два порта, но в этих моделях точно обладают такой мощностью. Все остальные порты до 30 Вт, то есть стандартная IF-IT стандарт ПОА. Как вы видите, немножечко увеличился в сравнении с предыдущими моделями у нас рабочий температурный диапазон, что позволяет, скажем так, не в совсем подходящих помещениях, если что, использовать коммутаторы, а также улучшить все параметры, которые связаны с полной грозозащитой и защитой электрического разрядка. Что позволит непосредственно как бы заботиться о безопасности и в случае наступления такой проблемы минимизировать потери, которые могли бы быть. Чем же еще хорошо? Эта линейка, она вся подразумевает наличие на складе, она не заказная, она складская позиция. На них действует проектная защита. При регистрации проекта вы можете получить дополнительную скидку, либо особые условия. Это, скажем так, менеджеры. Full Gigabit устройства, как я уже сказала, это полноценный Full Gigabit. И, конечно же, большая гарантия, хороший сервис. Рекламация менее 0,2%. То есть, правда, у нас действительно маленький срок, поэтому мы верятся с цифрами. Но я надеюсь, что не сильно изменится. Это очень надежное устройство. И, конечно же, цена и контроль цен в открытых источниках. Что это значит? Это то, что мы отлавливаем нарушителей злостно и наказываем. Поскольку мы хотим, чтобы на всей цепочке дистрибуции, то есть от производителя до конечного потребителя, каждый из этапов зарабатывал столько, сколько заложено. Следующая – это Full Gigabit, уже не управляемая линейка. Она представлена четырьмя коммутаторами с четырех до двадцати четырех парков. Также хотела обратить особое внимание, что почему именно там условные коммутаторы Tracir, а не какие-то другие. Ведь мы все знаем, что на рынке представлено достаточно много уже брендов. В первую очередь мы тестируем в различных сценариях для рынка SVN и не только рынка SVN, то есть все, что как можно использовать по коммутатору и дополнительное оборудование. Также они полностью адаптированы и под камерой Tracir, и под сервера Tracir, и учитывая некоторые особенности на рынке видеонаблюдения. А именно, здесь не указано, к сожалению, этого параметра, но у них достаточно большой буфер амена, что позволяет снизить фриз при просмотре, что позволяет, в принципе, как бы гораздо надежнее использовать коммутатор и улучшить соображение. Также у каждой модели, даже самый дешевый, есть PDA Live, грозащита, защита от электрического разряда, гарантия от двух до трех лет в зависимости от линейки, и также дополнительные фишечки. Основные, конечно, они представлены, будут чуть-чуть попозже, я вам расскажу. И практически на все действует хорошая проектная защита. Срок гарантии, который указан, он не окончательный, то есть по договоренности с нами мы можем предоставить письмо, если вам, например, для участия в конкурсе в тендере или где-то еще, необходима расширенная гарантия. Мы настолько уверены в своем оборудовании, что готовы ее расширить просто письменно, скажем так. И возвращаясь к нашим устройствам, что, можно сказать, у всех есть модели CCTV, несмотря на то, что это full гигабит, да, есть эта функция CCTV mode, которая позволяет расширить питание, то есть подавать питание и данные на до 250 метров. В некоторых моделях этот переход автоматический, в некоторых – рычажком, в зависимости от модели. Также в младших моделях мы видим хайпоя, за возможность также подключать вот такой оборудовательный фишка, потому что достаточно много реактивных мышей. И также неплохие температурные режимы, которые позволяют даже на чердаке, если нужно не отапливать, размещать все, быть с ними в порядке. Следующие – это 100МКОЕ. Три новинки, 4 и 2,8 портовых. Достаточно, ну, условно-бюджетные, можно назвать их моделями, хотя это не совсем так. Здесь, конечно, цена и глубина скидки в сравнении с некоторыми конкурентами. Гарантия 3 года, хайпоя на всех моделях. И, как мы видим, на первых двух – это от 4,8 портовые до минус 30. Действительно, как бы параметры, граничащие уже с промышленной линейкой. Все это протестировано, так что очень классная фишка, если вы хотите, что-то участвует, например, в тендере. Очень понадобится, потому что ближайшие конкуренты – это минус 20, либо минус 10. Следующее – это у нас гибридные коммутаторы. Поясню, в чем гибридность. Помимо того, чтобы… Помимо обычных портов, которые 100 мегабит, здесь добавлены порты 1 гигабит. Что это нам дает? Ну, это дает прекрасные вообще возможности во всех тендерах конкурсной коммутации быть не похожими на всех остальных, поскольку аналогов сейчас на рынке нет. Возможно предвидится, но, опять же, не факт, что скоро. Также первые два портала в панели оснащены фирпоем и температурный диапазон 90 градусов, который также отдаляет всех ближайших конкурентов достаточно на долгое расстояние от нас. А при достаточно выигрышной цене этот набор функций практически делает нас победителями, если мы говорим про тендеры. Также линейка инжекторов, она обновилась. Сейчас все модели, которые вы видите, это активный ПО. Что это значит? Это значит, что есть автодетекшнлок ПОА-девайсис, идет сопряжение. Всегда устройство спрашивает, что на том конце, если все ок, оно только подает питание, что у нас полностью исключает выгорание, несоответствие, еще что-то. Поэтому все модельки у нас активные. Есть модель, которая 2,5 GM, и все остальные это full gigabit. Гарантия у нас 24 месяца на них. Также действуют предложения по расширению, если вам это будет нужно. Классные цены. То есть мы сильно пересмотрели ценовой диапазон на вообще устройства имени инжекторов. И также классные температурные решения, которые, я думаю, оценят люди, которые будут ими пользоваться. И до этого не поступавшие в продажу, то есть это суперновинка, по тендере. Дальше чуть расскажу, что же, как мы можем их использовать, непосредственно, кроме их основной функции, это как бы увеличение дальности питания и данных. Они все гигабитные. 60 Ватт передают. Максимально 5 каскадов возможно. Выполнены в двух вариантах. Первый – это обычная, то есть в помещении, и защита IP65. У них вот такой очень красивый лаконичный белый пластиковый корпус, который не пропускает влагу и защищен от развития пресса и других микроорганизмов внутри. То есть позволяет сохранить оборудование надолго. Также поддерживает PDA Live. Давайте я задержусь и расскажу. PDA Live, он же Watchdog, он же сторожевой таймер. То есть все производители, скажем так, разные используют название для этой функции. Это перезагруз порта в случае, если мы не получаем сигнала от камеры либо того источника, который находится у нас непосредственно в подключении. Как это выглядит? То есть коммутатор шьет каждые 180 секунд, именно в коммутаторах это 3 минуты. Если не получает, перезагружает. После перезагрузки ждет, опять посылает сигнал. Если все ок, замечательно, радуется жизни. Если все не ок, опять уходит в перезагрузку, то, чтобы получить непосредственно сигнал, это его основная работа. В этих экстендерах также оно поддерживается, только 280 секунд у нас на это уходит. И давайте посмотрим картинку, как еще мы предлагаем использовать. Мы видим на картинке коммутатор с 5 портами, которые до 60 ватт. Один порт мы можем занять, например, двумя ПДЗ-ками трассир, либо какими-то камерами, которые приближены по мощности, то есть от 20 ватт, которые требуют на себя питания. Две вполне замечательно взлетят. И, например, другой BT-порт использовать для подключения каскадного до 5 раз. Что это нам дает? В целом это нам дает экономию, поскольку мы все знаем, что, например, мы берем 6 камер и 8-портовый свитч, понимая, что, возможно, камера расширится, будет больше. Мы докупаем еще камеры, поскольку хочется расширить наш проект. И, оказывается, одна никуда не вылезает. Можно купить еще, конечно же, коммутатор, но зачем, если можно существенно сократить наши расходы, просто воспользоваться существующим, совершенно не теряя ни в чем. Естественно, как бы в экстендерах есть потери. То есть, когда мы подключаем каскадом, каждый каскад у нас чуть-чуть отжирает питание. Но в целом, если брать стандартное потребление, ну, 6-8 ватт, все равно до 5 подключений спокойно она удерживает. Наличие этого прекрасной штучки будет у нас в ноябре, ну, наверное, конец ноября, начало декабря. Экстендеры, инжекторы приезжают уже в этом месяце. То есть, это да, совсем скоро. И практически все коммутаторы, как я сказала, которые мы проговорили, они уже в наличии или в ближайшем транзите через пару недель будут доступны. Пару слов о планах на будущее. Линейка сетевого оборудования будет расширяться, причем всеми мильными шагами. В планах у нас промышленные, которые будут сначала представлены неуправляемыми, потом управляемыми, вплоть до 24 портов. Также все погодные боксы, в которых мы можем, собственно, наши коммутаторы хранить безопасно, у него другое оборудование. И много другого интересного, что будем представлять уже в следующем году.